И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители, покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона, как всегда, ваша покушающая слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КМП, которые здесь появятся и будут создаваться, понадобятся мне для создания поездов. А поезда это неотъемлемая часть нашей базы, поэтому их нужно будет создавать в обязательном порядке в огромных количествах. Для конструкции малой плотности смотрим. По сути, нужна только сталь, пластмасса и медь. Все это давным-давно делается. Сейчас нужно просто организовать поездную загрузку. Меньше всего количества необходимых ресурсов здесь это стали, поэтому медь и пластмассу, скорее всего, я буду как-то здесь объединять. Что касается расчетов, стали нужны какие-то крохи, и для того, чтобы, допустим, сделать конструкцию плотности, можно как-то немножечко схалтурить. Я вот сейчас смотрю на это безобразие, как у нас здесь загружается медь, и неплохо было бы мне подумать над способом, как ускорить способ загрузки при таких же масштабах. И, возможно, когда-нибудь в будущем я этим займусь, и неплохо было бы это сделать. То, что сейчас у нас, допустим, вот этот поезд, который я назначил на медь, не может туда добраться, и чисто из-за того, что там загружается очень долго поезд. По переплавке вполне ресурсов хватает, а вот по скорости загрузки, к сожалению, нет. Но с этим обязательно мы что-нибудь придумаем в дальнейшем. То есть, у меня, по идее, здесь вот идет раз, линия миди. Здесь, получается, идет по центру сталь, а здесь будет идти, скорее всего, в другом направлении пластик. Если я хочу, чтобы он в другом направлении шел, наверное, мне нужно сделать так, чтобы он в другом направлении выгружался. Стоять! Я тебя, конечно, настроил, я молодец, но не думал я, что так будет. Так, погоди, немножечко тут перекрою станцию. Хорошо, что здесь пластика, в принципе, не так много загрузилась. Если что, потом видоизменим. Пока что идет мозговой штурм, как это все должно работать. Здесь в обязательном порядке будут стоять три манипулятора, которые бы загружали весь получаемый предметный ресурс. То есть, этот с этой, этот с этой, этот с этой. И то же самое с другой стороны. Получается, первая линия пластика сюда пошла. И здесь вот таких станций с каждой стороны должно быть по 20 штук, чтобы в итоговой массе их было 40. Я не могу разместить по 40 с каждой стороны только потому, что мне банально не хватит на это все места. Все правильно я делаю. Дальше, вот эту станцию с медью я также продлеваю до конца. И останется здесь пустить станцию со сталью. И сделать какую-нибудь здесь разгрузочную станцию тоже. И сталь, скорее всего, придется мне также вот здесь вот сверху откуда-то кидать. А забираться КМП будет с этой стороны и с этой, вот с этих конвейеров. То есть, сталь я могу где-то отсюда пустить. То есть, эту станцию просто сюда вот переедет. И все замечательно будет работать. И в итоге получится то, что вот отсюда сталь будет вот так вот выходить в разные стороны. А вот здесь вот КМП будут загружаться. Сейчас доразместим и доделаем. Станция со сталью готова. Поезд я тоже пускаю. Сейчас он будет работать. И вот эта вся система должна запуститься. Я на это надеюсь. Ну, по сути, тут нет ничего, что могло бы сломаться. И почему бы эта система могла бы не запуститься. Останется лишь сюда вот провоз со сталью вывести. И дождаться, когда дроны смогут все доставить. И тогда точно станция заработает. А здесь я пока тем временем организую станцию банальную загрузочки. Пока у меня возможности позволяют. Я хотел бы несколько сделать таких вот станций. Тем более, что компактность позволит мне сделать станцию разгрузки. Вот этой линии КМП и вот этой на одну линию. Ведь в итоге у нас будет загружаться всего одна десятая конвейера. И я уверен, что тут не одна десятая, а где-то одна сотая, наверное. Пять сотых, возможно. Тут, к сожалению, не показывает до двух знаков запятой или ниже. Поэтому в любом случае тут несколько позволит мне станции размещать это все безобразие. Что по логистике? Вообще без проблем. Я сюда тогда в таком случае еще одну станцию вмещаю. И надо сейчас подумать над проводами, как они должны будут идти. Если с ними проблем не будет, значит замечательно. Впускаем это все в производство. Вот они первые КМПшки. И причем их такое приличненькое количество начинает копиться. Я уже примерно вывел одну пока что линию, где они могут скапливаться. И ее я должен вывести прямиком вот в этот загрузочный сундучок. Потому что в обязательном порядке в него будет все это складироваться. Есть здесь, кстати, нюанс один. Конструкции малой плотности в стаке вмещается гораздо меньшее количество, нежели обычных предметов. И, по-моему, здесь соотношение надо будет поменять в логических условиях. С этим нужно будет попозже чутка разобраться. Конструкции наконец-то готовы. А значит то, что поезда нормально могут теперь производиться. Единственная накладочка с ними может произойти из-за того, что у меня в интере будет не хватать больших электромоторов. Но с этим мы быстро проблему решим, как только сделаем когда-нибудь здесь станцию с электромоторами. Не знаю, как скоро это придется делать. У нас сейчас пока что есть более приоритетные задачи. Например, полет в космос. Вне кадра я вот эту схему буду здесь вот тиражировать, покуда будет хватать выходов из большого склада. А пока что меня такой вариант, в принципе, устраивает по количеству и скорости воспроизведения. Тем более, что вот этот вот весь блок я строил временно для постройки поездов. С момента последней сказанной мной фразы прошло достаточно количество времени. И я решил дальше думать над способом разгрузки нормальных предметов и как это будет организовано. И пока я пришел к вот такой вот схеме. Я здесь специальную модификацию накатил, которая позволит мне несколько, допустим, вот таких вот стальных сундуков, благодаря вот такой вот объединительной вкладочке, объединять в единый большой склад. Допустим, вот эти сундуки я объединил в стальной склад 4 на 7. Также вот здесь вот 27 вдоль размещенных сундуков, вот таким вот образом, я объединяю в единый вот такой вот стальной сундук высотой 27 ячеек. Это позволит мне нормально обеспечить разгрузку всех необходимых предметов в сундуки. Допустим, у нас вот здесь вот любой поезд, который сюда приезжает, будет моментально разгружаться, благодаря всем погрузчикам. И два склада вот эти вот соединены вот такой вот компактной схемой. Пропускную способность, в принципе, здесь будет их хватать. И вот эти вот поезда смогли бы разгружаться просто по щелчку пальцев моментально. Вот все склады забились. И если там какие-то потребности вам не нужны, поезд взял, поехал и начал разгружаться. Это отдельный мод. Я его сейчас сюда накатил. И если я не забуду, то вот здесь вот по вкладочке он всплывет. И дальше я буду работать именно вот на таких складах. Мне кажется, это более оптимально. Если мы играем с модами, то почему бы все моды не эксплуатировать? По сути, это никакие не читы. И я использую только практически в ванильной механике. Благодаря тому, что я установил этот мод, мне пришлось так же, как пересил у меня Кроссторио, и давно уже ругалось, видоизменить размер пачки. Я установил размеры по умолчанию, поскольку Кроссторио 2 вносит в это какие-то изменения. Но так как мы хотим играть в Space Exploration в первую очередь, то размер пачки пришлось сменить. Единственная пачка, которая здесь осталась, это сундуки. Я не знаю почему и кто это сделал. То, что размер пачки в сундуке 1600. То есть 1600 сундуков может в одном таком слоте помечаться. Это, по-моему, какой-то бред. И такого быть не должно. Тем не менее, сейчас мы с вами продолжаем целенаправленно заниматься стеклом и всеми остальными задачами. А также не забуду сказать, если, допустим, этой вкладочки объединения сундуков здесь нет, то она обязательно появится, если мы нажмем сюда вот на три точки, и вот здесь это объединенные сундуки. Вот эти вот склады, которые здесь размещены, будут использоваться мною повсеместно. Мне кажется, это наиболее эффективный вариант вообще позиционирования. Так, на стекло нужно 15 дробилок. То есть я буду размещать их 16. А лучше немножечко это сделать по-другому. То есть, грубо говоря, 8 дробилок, 16 печей. Поехали! Как замечательно! То есть мне балансеры здесь не нужны. Эти сундуки и есть балансеры. То есть потребность в гигантских вот этих вот складах полностью отпадает, и мы можем их не производить. Какое счастье! Это просто невозможно. Так, стоять. Ай, зачем мне так много этого? Я надеюсь, у меня в сундуках никакой выходханалии происходить не будет, из-за того, что у меня все размеры пачки поменялись. Я очень, конечно же, хочу в это верить. И как я не могу не нарадоваться, то что так много места, свободного пространства освобождается, благодаря вот такой вот способу сортировки. То есть большее количество машин мы сможем здесь размещать. Какое счастье! Примерно как-то так будет выглядеть схема. Я разметил примерно расположение, где я хотел бы видеть печки. От этого я вывел примерное расположение дробилок. И сейчас у меня появилась, таким образом, вторая линия, где будут располагаться печки. Останется их сейчас только разместить. То есть я беру вот эту систему, обычную переплавочную из 32 печек, копирую и вот здесь вот себе размещаю. Так что это выглядит красиво, эстетично и упорядоченно. Останется только немножечко видоизменить логистику, чтобы по проводам проблем не было. И останется мне вот сюда вот только разместить рецепты. А еще, конечно же, я забыл вот сюда вот подвести каким-то чудным образом электричество. Давайте я вот здесь вот еще размещу логистическую сеть, чтобы следующие блоки я смог, если что, быстро строить без проблем. Я, походу, здесь накосячил серьезно. Погодите-ка. Походу, я с рисунком накосячил. Сейчас надо переизменить. Криво скопировал и вот на тебе. Я тут подумал и получается то, что я изменил очень много предметов и слотов под них. И нужно будет перепроверить мне все поезда и количество стаков в этих поездах на всякий случай и выяснить, будет ли это все работать должным образом, как бы я хотел этого. Давайте я последний штришок здесь делаю. Камень пошел. Дробилки начали дробить песок. Песок должным образом должен идти целенаправленно в наши печки. И забыл я очень важную вещь здесь сделать, конечно же. Это балансир, который бы предметы из четырех дробилок пускал по верхней линии, а из этих четырех по нижней. И так все работает. Печки плавят, а стекло стекается в наши стальные сундучки. Станция стекло-загрузка появляется. И задание с стеклом мы можем успешно считать выполненным. А также можно считать выполненным станция с конструкцией малой плотности. На очереди, получается, должен идти кремень. А кремень это кварц, а кварц это песок и вода. Я в замешательстве. Стоит ли мне снова пытаться выводить сюда песок, или же отдельно подводить сюда как-то камень? А, ребята, я еще тут накосячить умудрился. Причем так серьезно довольно-таки. Я в расчетах ошибся. Оказывается, я рассчитывал то, что тут всего 32 печки будут стоять. То есть вот это вот все безобразие здесь абсолютно лишнее. И его здесь быть не должно. Такое иногда случается. Получается, по 8 печек с каждой стороны это все нужно сейчас немножечко перестроить. А я еще удивлялся, почему так все криво работает. И, ребята, не стоит забывать о том, что здесь должны быть сравнивающий комбинатор стоять. И причем он должен стоять всего, как я понимаю, один. Потому что я могу вот это вот с этим объединить. И объединить это вот сюда вот. Сделаю я здесь такую же логику, как и раньше. Стекло в стаке может храниться по 200. Значит, я должен сравнивать количество стекла с больше или равно 32 тысячи предметов. И когда здесь будет необходимое количество предметов, все это будет идеально работать. Получается так, что вот этот вот сундук заполняется первее, чем вот этот. А такого быть не должно. То есть, по-хорошему, где-то вот здесь вот должен быть предварительно размещен балансир. В виде, допустим, маленького склада. Который мог бы заполнять вот эти два контейнера равномерно. По скорости загрузки я вижу то, что он справляется. Если вдруг он не будет справляться, то я и без проблем смогу вот здесь вот разместить еще линии и дальше. А сторон загрузки здесь еще больше. Так что в любом случае вот эти склады и маленькие склады здесь будут необходимы до самого конца игры. И с помощью их я буду выполнять здесь промежуточную балансировку. Ну вот. Теперь меня полностью устраивает эта схема. Сейчас же перейдем к кварцу и методам его создания. В итоге организация кварца выглядит вот таким вот образом. 8 дробилок на 8 кварцевых фильтрационных заводов. Вот так вот в ряд выставлено. И кварц успешно собирается в сундучки. Дальше кварц, стекло и пластик объединяются в сборочные автоматы. В еще одном цеху. Я это все вот так вот вывел. И останется мне сюда для пущей уверенности подключить только электричество. Для того чтобы все это моментально буквально заработало. Подвожу сюда электричество. И все это моментально начинает работать. А электронные компоненты успешно идут и собираются в единый наш путевочный маршрут. Какая красота, я не могу просто. Здесь по идее будет стоять поиск, который все это будет загружать. Значит кремень я закрываю, электронные компоненты я закрываю. А значит мы можем с вами начинать делать станцию с красными схемами. Время начинает заполнять следующий ряд. Поэтому сейчас туда и отправляемся. И для них у нас все готово. Медные кабеля, электросхемы, электронные компоненты. Все это уже в наличии. На нее по идее схема вообще никак не будет отличаться вот от этой. То есть я просто могу тупо скопировать вот этот блок, заменяя лишь название станции. Будет отличаться только вот в этой вот часть. Где будет поставляться по идее медь. И из меди мы будем сделать здесь получается провода. И уже провода сюда будут идти. И я думаю вполне здесь по пространству умещается. Так что просто я беру вот этот блок, скопирую отсюда. И вот так вот сюда вот размещаю. И пока это все не построилось, хочу вот эту часть поскорее отменить, чтобы переделать. Если так посмотреть, то 40 всего заводов понадобится, чтобы забирать с одной линии конвейера. А здесь у нас их 32. То есть неплохо было бы мне эту схему немножечко переделать и увеличить в свою очередь. Так что не очень-то особо и подходит конечно. Но сейчас видоизменим и все замечательно заработает. Аааа, да-да-да-да-да-да. Я вижу тут подвох. И судя по всему мне придется всю эту схему переделывать. Ведь я хочу размещать здесь абсолютно все по-иному. И точно такая же копирка не подойдет, к сожалению. Ничего. Сейчас мы можем это легко исправить. Останется лишь все абсолютно переделать. Заново создать эту схему. И только после этого ввести ее в эксплуатацию. Здесь у меня получается вот 40 сборочных автоматов. Сейчас у меня дрончики это все разместят. И дальше уже будем с этим разбираться. В любом случае сверху будет подаваться медь. Здесь будут подаваться допустим зеленые схемы. А здесь электронные компоненты. Вот так вот эти блоки будут размещены. Я их здесь разместил по 6 штук. Сейчас останется сверху разобраться с проводами. В отличие от этой схемы, где тут полностью забиты электронными компонентами обе линии. Здесь же происходит нечто иное. Получается то, что эта и эта линия выгружает лишь на единую линию. И без удела остается только крайние. Но их мы без проблем выведем по отдельности. А эти линии будут как-то по-другому выходить. И сейчас нужно разобраться с выводом. И уже потом приступать к остальному. Вот. Теперь схема полностью готова. И вывод организован. Мне вполне нравится вот эта схема, которая здесь получилась. Вот эта вот линия, на которую с правой стороны никто не выгружает. Объединяется с вот этой линией путем подземных конвейеров. Вполне органиченько. И получается то, что они обе идут как единые линии. И получается все вот эти вот линии в теории должны быть полностью забиты. Сейчас мне останется только разобраться с проводами. А вот так вот выглядит подставка сюда медных кабелей. То есть есть станция разгрузки. Есть по 10 штук сборочных автоматов. Которые единой своей системе выдают один целый забитый конвейер. Сейчас останется сделать поезда на каждую станцию. И можно сказать красные схемы заработали. Надо не забыть слетать и изменить метод погрузки и разгрузки. Где допустим медь у нас загружается. Вот сейчас допустим поезд уехал. Только через какое-то время. И за это время вся медь уже успела давным-давно переплавиться. Это меня скорость абсолютно не устраивает. И нужно будет с этим что-то решать и делать. Одного здесь поезда явно не хватает. И нужно менять способ поставления руды туда в переплавку. Поезда настроены. И только осталось заняться медью. Ее катастрофически не хватает. Я грешу на скорость загрузки и разгрузки поезда. Потому что одного поезда в теории должно хватать. Чтобы эти все печи работали постоянно и без передышки. Сейчас займемся модернизацией станции. А дальше посмотрим. Станцию я заменил. И будем сейчас смотреть, тестировать как успешно справляется этот поезд. В обязательном формате нужно будет вот здесь организовать такую же станцию по добыче вот этой меди. Она мешает здесь строить в дальнейшем. И в любом случае почему бы и нет использовать халявные ресурсы. Также я вот этот один блок использовал тоже под добычу. Он потихонечку здесь добывается. И в этом вообще никаких проблем я не вижу. Все-таки как я погляжу одного поезда не хватает для беспрерывной работы. Даже несмотря на мои усовершенствования. У меня здесь еще одна есть станция. Где я мог бы еще один такой же поезд организовать. И давайте сейчас попробуем это сделать. И чтобы допустим здесь не делать еще одну станцию по переплавке. Я просто всю руду, которая вот здесь будет добываться. Организую подачу вот в этот склад. Главное чтобы теперь мне станции по добыче хватило. За кадром я обязательно вот эту вот жилу тоже разведаю. То есть у меня есть раз, два. И вот здесь вот уже разведанная жила по добыче. Здесь склады полностью забиты. И в случае чего поезд туда сможет ездить. Единственный нюанс. Если поезд будет сюда ездить. То просто по времени будет здесь добываться дольше. А тем временем по достижениям. Я вот эту схему отмечаю. То что она выполнена. И нам для запуска ракеты останется всего лишь сделать блоки управления. А для этого всего лишь серная кислота и аккумуляторы. Это такие мелочи. Что я думаю в следующей серии возможно. Ничего не обещаю. Но мы сможем запустить с вами ракету. А пока потихонечку на этом прекрасном моменте я буду заканчивать. Дроны постепенно буду достраивать весь этот беспорядок. Который здесь происходит. А к поездам ничего другого не остается. Кроме как постепенно курсировать между разными станциями. И добывать ресурсы. В таком случае пожалуй пока что на этом все. Всем спасибо что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш поклон слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...